Итак, предпочитают ли современные женщины женственных мужчин мужественным? Я разместил этот вопрос здесь, на странице нашего сообщества, и мы получили более 22 тысяч ответов. Ребята, у меня есть свое мнение по этому поводу, думаю, что у вас у каждого есть свое мнение. О результатах опроса я расскажу в конце видео, а комментарии были просто огонь. Ники Том написал, «Последние годы я встречаюсь с женщинами, которым 40 с небольшим. Среди них много сильных и независимых женщин, и неважно, насколько они независимы, все они без исключения хотели встречаться с мужественными мужчинами. Сколько раз я слышал от них, как здорово быть рядом с настоящим мужчиной. Я не какой-то там альфа-самец, я просто джентльмен старой закваски, который может принимать решения и не любит разводить ерунду. Этого достаточно». Фогг Хорн написал, «Все зависит от возраста женщины и от того, из какой страны она родом, и какое получило воспитание в этом вопросе». Женщины из больших городов на побережье и в некоторых других больших городах в США скорее предпочитают менее мускулинных мужчин. В сельских же районах предпочитают более мужественных мужчин. Айтиракси говорит, «А знаете, я сейчас совершенно не понимаю, что они хотят. Я вижу, как женщины говорят одно, а делают нечто противоположное». Нико считает, что женщины хотят то, что им выгодно в данный момент, то есть постоянно меняют мнение. Сэмми Деррик говорит, «Основываясь на разговорах с разными женщинами, полагаю, большинство из них предпочитают мужественных парней, но с некоторыми женскими качествами». И персонаж по имени «Здесь и всюду» считает, что, исходя из своего опыта, девушки обычно ищут мужественного мужчину в его типичных проявлениях, который берет на себя инициативу и показывает силу. Кроме того, он должен быть эмоциональным, умным и не подавлять ее чувства. Мне нравится этот ответ. Он совпадает с моими убеждениями в том, что мужчина, по-моему, должен быть сильным, должен проявлять инициативу и вместе с тем не быть эмоционально глухим и невосприимчивым. Не многие из вас, ребята, знают, что меня воспитывали две женщины, мама и тетя. Они были двумя взрослыми людьми в моей жизни, из которых я брал примеры, которые много сделали для меня. Однако они ожидали, что, как будущий мужчина, я смогу взять на себе важные обязанности, которых они не могли быть для меня ролевой моделью. При этом они сетовали на то, что я все время совершал одну и ту же ошибку, я не делился с ними, не говорил о своих проблемах. Думаю, я не единственный парень, у которого были подобные промахи. При этом в моей семье говорили о мужчинах, и частой темой было то, что женщинам сложно открыться мужчинам, чтобы поделиться своими проблемами. Мне очень понравился комментарий от Нейтана Райта. Он сказал, что есть огромная разница между тем, чтобы быть мужественным и быть полным придурком. Я настоящий мужик, но многие мужчины ошибаются в толковании этого слова и надуваются важностью. Но то, что кто-то хочет казаться мачо и сильным мужиком, не означает, что нужно относиться к кому-то, особенно женщинам, с пренебрежениями вести себя как мудак. Быть джентльменом и относиться ко всем с уважением – это самая мужская черта, которая может быть у настоящего мужчины. Можно по-прежнему быть мужчиной и вести себя вежливо, с добротой и оказывать окружающим пользу. Он также сказал, что не стоит сдерживать свои чувства, потому что рано или поздно вы взорветесь. Если вы показываете свои чувства, слабым мужчиной вы не становитесь. Вы не теряете ни честь, ни достоинство. Арджун Синха сказал, я считаю, что мужчина должен иметь и те и другие качества. Он должен быть мягким, но выносливым, эмоциональным, при этом прагматичным. Это же касается всех людей. Мы должны быть разными и не бояться выражать разные чувства, чтобы мы могли договариваться со всеми окружающими нас людьми. Этот комментарий заставляет вас переоценить ситуацию. Подумать, а правильно ли был задан сам вопрос. Я хочу сказать, мы противопоставляем женское мужскому. Мы пытаемся эти понятия столкнуть. Но что такое маскулинность на самом-то деле? Но Вашингтон добавляет, мы должны эту проблему рассматривать глобально. В эпоху гендерной неопределенности в отношении полов я думаю, что женщинам нужны мужчины, которые проявляют больше эмоциональности в общении, сохраняя при этом чувство уверенности в себе и интриги. Вряд ли многие знают, но 8% аудитории Real Men Real Style – это женщины. И у нас тут есть несколько комментариев от дам. Лиффи сказала, я думаю, что это верно, когда мы еще молоды, но большинство из нас перерастают эти потребности. Феминистки заставили людей думать, что то, чего они хотят, в том числе и ведомых мужчин, хотят большинство женщин. Но феминистки просто заглушают голоса остальных женщин. Пусть оставят себе Гэри Стайлса, а я возьму и Воробескостного. Так, а кто это? Довольно интересно, а теперь мне понятно, почему он ей нравится. А Миро Мэнсон подчеркивает тот факт, что вокруг так много женщин. По его словам, женщины хотят разное. Мы также должны помнить, что то, что раньше считалось женственным, тоже изменилось. Я не думаю, что женщинам, которым нравятся мужчины с чистыми ногтями, нужен женственный мужчина сам по себе. Кто захочет иметь интимные отношения с мужчиной, у которого неухоженные руки, грязные ногти, будто мужчина или женщина, неважно у кого это, звучит просто ужасно. Эшли Франк сказала, «Ваш вопрос может быть политически спорным, Антонио». Вы уверены, что хотите двигаться по этому пути? Да я просто развлекаюсь. Мне интересно, как люди интерпретируют мой вопрос. Кто-то видит политическую дискуссию, кто-то просто отвечает на мой вопрос в меру своих возможностей. Мне это, собственно, и нужно. Теперь поговорим о культуре. Мне нравится высказывание Ника Шетцера. Он сказал, «В этой стране и, как правило, на Западе, гетеросексуальных женщин привлекают более мужественные мужчины». Но, как говорится, все зависит от культуры. Многие страны Восточной Азии также претерпели изменения. Устоявшимся нормам на протяжении десятилетий, сейчас знаменитости мужчины бросают вызов с их более женственными чертами стиля. Дело во вкусе и предпочтениях, которые влияют на культуру в целом, и оспаривание некоторых таких понятий даст каждому лучшее понимание того, что привлекает разных людей. Хороший аргумент. Конечно, со многими мнениями в комментариях я не совсем согласен. Кто-то сказал, что женщинам легче контролировать женственных мужчин. Кроме того, женщины чувствуют себя более комфортно рядом с женственными мужчинами, потому что они как бы менее опасны. Но не знаю, так ли это. Я знаю многих женщин, которые чувствуют себя комфортно рядом с сильными, мужественными мужчинами, потому что в их присутствии они чувствуют себя более защищенными. Я знаю многих женщин, феминисток, которые предпочитают мужчин, которые не испытывают страха в разумных пределах и не ведут себя как будто море по колено. Девушка с ником Незапоминающееся имя, такое вот милое имя, сказала, «Я не могу говорить за всех женщин, но думаю, что когда дело доходит до мужчин, все зависит от того, какие качества вы считаете мужественными». Если вы определяете мужественность как наличие лидерских качеств, воли и нежелание отступать, то многим женщинам это нравится. Но если в определение мужественности вы вкладываете неумение показывать эмоции, демонстрацию агрессии, если это для вас единственный способ показать свою мужественность, тогда это токсичная мужественность, и она не для меня. Хорошее замечание за исключением факта использования понятия «токсичная мужественность». Сообщите мне в комментариях, согласны вы или нет, но мне не нравится слово «токсичный», связанное с мужественностью. Как будто само понятие мужественности уничтожается, если связывать его с чем-то ядовитым. Всякий раз, когда люди говорят о токсичной мужественности, имеют в виду мужчин, чьи качества, на мой взгляд, не мужские на самом деле. Само понятие мужественности должно иметь связь только с положительной коннотацией, а не для ассоциации с отрицательным словом, в котором яркая негативная окраска. Когда люди говорят о парнях, которые ведут себя слишком агрессивно, то понятие мужественности тут ни при чем. Поэтому я не понимаю, зачем связывать эти два слова в одно понятие. Но я понимаю, что у многих из вас, ребята, есть свое мнение по этому поводу, так что пишите об этом в комментариях. Что вы думаете о токсичной мужественности? Можно ли использовать это понятие? Джон Хинсон сказал, каждому свое, но нет ничего негативного в мужчине, у которого больше женских черт, чем мужских. Он может быть лучшим собеседником и человеком с непредвзятым отношением, у которого есть способность делиться чем-то человечным. Он не просто прячется за образом скучного мачо, этого дурацкого выражения, этакого обывательского представления о том, что значит быть настоящим мужчиной. Все это шелуха. Настоящий мужчина показывает свои качества в своем характере, и эти качества не подразумевают токсичную мужественность. И мне нравится, что он дает определение токсичной мужественности, то есть презрение геям же на ненавистничество, или покровительственное отношение к женщинам, или религиозный экстремизм. Что ж, согласны вы с этим или нет, но вы не можете не признать, что чувак четко высказал свое мнение. Мне нравится, когда в комментариях вы четко и ясно пишите то, что думаете. Это добавляет ценности нашим беседам. Я всегда стараюсь вести с вами диалог, ребята. Итак, что же посмотреть дальше, как не облажаться с женщинами? Серьезно, ребята, в этом видео я много анализирую сайт Reddit. Узнайте, что я имею в виду, кликнув по нему. Посмотрите его, оно вам понравится. Субтитры создавал DimaTorzok